Всем привет и в этом видео я вам покажу как сделать джойстик в Покеткоде. Для начала нужно создать проект с горизонтальной ориентацией. Называть его как угодно, в моем случае это джойстик. И нарисуем для начала фон, у меня будет это просто зеленая заливка. Сохраняем фон и теперь мы можем приступать к созданию персонажа, то есть игрока, которым мы будем управлять при помощи джойстика. У меня это будет просто вот такой чел. После создания персонажа мы можем приступать к созданию джойстика. Для этого мы нарисуем простой джойстик. Где-то такого размера. И забыл сказать, что джойстики нужно для удобства залить вот эту область на половину где-то прозрачной. Вот эту область надо залить. Потом просто копируем джойстик и выбираем заливку и полностью прозрачную нажимаем на ту же область. Потом просто штамп и пересчаем, врезаем и вставляем туда. Окей. После всех этих махинаций мы просто опять делаем заливку полупрозрачную. Вот такую черную полупрозрачную заливку. И можем уже писать скрипт. Во-первых, нужно джойстик поместить туда, куда вам удобно. Теперь нам нужно поставить условие, если то иначе. И сделать это условие в бесконечном цикле, вечно. И проверять. Если касается пальца, значит установить образ под номером 2. Если не касается, то есть иначе, то под номером 1 образ. Теперь нарисуем просто точку, для того, чтобы сделать кое-что еще. Она просто вечно будет переходить туда, куда касается палец. И можем установить размер 1%. Окей. Теперь переходим в джойстик. И здесь, в этом условии, если условие верно, переместить. Сейчас, точнее, указать в направлении точка. Окей. Теперь присвоить переменной направлению джойстика. Для этого создаем переменную с характерным названием. И присыпаем ей направление. Теперь заходим в скрипты персонажа. И делаем такой скрипт. То есть, вечно. Ну, для этого в джойстике нам надо еще одну переменную создать. Движение. Окей. И в этом движении 1. Иначе 0. То есть, если мы касаемся джойстика, то движение будет. А если не касаемся, то движение не будет. То есть, игрок будет стоять на месте. Для этого мы сделаем идти 10 шагов. Умноженное на движение. Окей. И направление тоже. Направление джойстика. Теперь мы можем это проверить. Как это работает. И это действительно работает. Игрок двигается по направлению джойстика. Еще мы можем кое-что сделать, чтобы игрок не выходил за рамки мира. Вот этой сцены. Оттолкнулся, если на краю добавим просто скрипт. И игрок не будет заходить за рамки. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. И подписывайся, чтобы не пропускать мои новые видео. Потому что в следующем видео я вам покажу, как взять скины в Плакеткоде. Субтитры создавал DimaTorzok